Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Коронавирус в Ненецком округе не сдает своих позиций. Ежедневно в статистику попадает от 10 до 16 заболевших. В трех населенных пунктах объявлен карантин. Как живут в условиях пандемии села региона? Вопросы по защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности рассмотрели на расширенном заседании коллегии прокуратуры НАО. Омские рукодельницы поражают своей фантазией. Уникальный хендмейд в большом почете у односельчан и не только. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. В начале выпуска важная информация для жителей НАО. С 18 октября выход маломерных судов в водные артерии региона будет запрещен. Сроки закрытия навигации установлены распоряжением губернатора региона Юрия Бездудного. По прогнозам метеорологов, ледостав на реках и озерах начнется на следующей неделе. В связи с этим, с 18 октября навигация на судоходных водоемах закроется почти во всех муниципалитетах. За исключением Канинского, Омского и Пешского сельсоветок. Для них выход на воду будет закрыт с 25 октября. С начала следующей недели навигация будет закрыта. Соответственно, согласно правилам плавания, это будет являться уже нарушением условий плавания для маломерных судов. Соответственно, госинспекторами центра ГИМС будет осуществляться патрулирование водных объектов с целью выявления нарушителей и привлечения их к административной ответственности. Уже с понедельника инспекторы начнут патрулирование береговой линии для пресечения нарушений. Игнорирование сроков навигации предусматривает административное наказание в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей. Ненецкий автономный округ вошел в десятку регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. По информации регионального управления Роспотребнадзора, только за прошедшие сутки диагноз COVID-19 выявили у 16 жителей Заполярья. Очередная вспышка коронавирусной инфекции дала о себе знать. На территории Ненецкого округа с июля 2021 года наблюдается рост заболеваемости. Мы видим на данный момент повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией. В настоящее время ежедневно у нас регистрируется от 10 до 16 человек. На 100 тысяч населения показатель на территории Ненецкого автономного округа составляет 31,6. При этом на территории Российской Федерации средний показатель 21 на 100 тысяч населения. Острая эпидемиологическая обстановка коснулась и одного из социальных учреждений, где на постоянной основе находятся несовершеннолетние северяне. Сейчас у нас на территории города выявлены случаи новой коронавирусной инфекции в социальном учреждении. Это учреждение «Наш дом». Там сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. И также ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзором ПАНАО. В общем, на территории Ненецкого округа официально зарегистрировано 2504 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2334 человека. За прошедшие сутки 21 человек. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 205 человек. Из них стационарное лечение получают 44 человека, амбулаторное – 161. В регионе зарегистрировано 49 летальных исходов от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1098 человек, как близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Эпидемиологическая обстановка в Ненецком округе остается неблагоприятной. Коронавирус не сдает своих позиций. Ежедневно в статистику попадают от 10 до 16 заболевших. В регионе показатель на 100 тысяч человек составляет 31,6%. При этом по России он в среднем держится на отметке 21%. Как борются с инфекцией на селе, расскажет Ольга Русул. Коронавирус до сих пор не сдает своих позиций. В Ненецком округе уже три населенных пункта попали под карантин. Медики не устают повторять, чтобы победить вирус, необходимо соблюдать меры профилактики. Носить маски, держать социальную дистанцию. Но, пожалуй, самым главным оружием остается прививка. Подтверждением тому жители Силаума. Сейчас здесь фиксируются единичные случаи заболевания. Буквально это началось в сентябре. Ну и потихонечку мы людей садим на изоляцию, на карантин. Но это пока единичные случаи. В основном у нас население практически 80% и более привито. По словам доктора, коронавирус фиксируется среди школьников и их окружения. То есть заболевшие в основном молодого и среднего возраста. Привитые тоже болеют, но в легкой форме. У нас была проведена очень масштабная работа с людьми по тому, чтобы у нас люди вакцинировались. Потому что мы заинтересованы, чтобы люди у нас болели как можно меньше. Потому что люди, которые не привиты, и кто у нас заболел, допустим, они все равно заболевают пневмониями. Ну то есть это уже замечено тоже. А те, кто привит, в основном легкая степень. Типа ренофаренгитов вот таких вот идут и все. Сейчас село готовится к вакцинации от сезонного гриппа. Впрочем, эффективность прививки подтверждается и в тех населенных пунктах, где объявлен карантин. Можно заметить хорошую эффективность вакцины, потому что те, кто вакцинированы, они более-менее в легкой форме перенесли. Вообще, можно даже назвать, что бессимптомно. То есть они подтверждены, но симптомов у них особых не замечается. У тех, у кого есть симптомы, они тоже в легкой форме. Но симптомы даже больше из-за того, что вакцинироваться надо через полгода при вакцинации делать. А так как сюда просто начался коронавирус, они просто не успели. На сегодняшний день в Нижней Пёше зафиксировано 28 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Три пациента ждут подтверждения результатов ПЦР-теста. Еще два человека обратились за медицинской помощью только сегодня. И несмотря на то, что населенный пункт находится в зоне карантина, туда регулярно доставляют необходимые лекарства. А в город из Пёше в лабораторию ПЦР-теста сельчан. Напомним, что в зону карантина вошли три населенных пункта с высоким уровнем заболевания коронавирусной инфекцией. Нижняя Пёша, Великовисочная и Лабожская. Доставка продуктов питания, медикаментов и по необходимости специалистов, в том числе и медицинских работников, в карантинные зоны осуществляются без проблем. И специальные рейсы по доставку продуктов, медикаментов, медицинских работников, они специально организуются. Надо отметить, что ситуация по COVID-19 в деревне Лабожская стабилизировалась. Заболевшие жители ждут повторных результатов ПЦР-тестов. Если они будут отрицательными, то карантин вскоре будет снят. В Пёше также ждут результатов тестов. Если большинство из них покажет отсутствие инфекции, то можно будет говорить о стабилизации. На других территориях ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Ольга Русул, Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В собрании депутатов Ненецкого автономного округа главой региона внесён проект бюджета на 2022 год и плановый период. Документацию спикеру регионального парламента передала руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Проект закона об окружном бюджете на ближайшие три года внесён в региональный парламент в установленные регламентом сроки. И если раньше проект окружного бюджета состоял из нескольких внушительных по размеру папок, то в настоящее время проект представляется в форме электронного документа. Мы его направим в экспортно-правовое управление на предметового соответствия всем установленным требованиям. И далее у нас в рамках бюджетных комиссий и профильных комиссий мы начнём рассматривать уже конкретно, построчно, по тем вопросам, которые для нас являются определяющими, а именно это вопросы, конечно, социальные значимости, социальные вопросы, вопросы здравоохранения, вопросы образования, вопросы ЖКХ и строительства. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Татьяна Лагвиненко при передаче проекта окружного бюджета в собрании отметила, что проделана большая работа со всеми профильными департаментами по расходной части бюджета. Но вместе с тем ещё предстоит его корректировка по отдельным параметрам. Впереди у нас большие поправки, в частности, включение национальных проектов, федеральных срез, то, что сейчас пойдёт по линии федерации. Поэтому эти суммы ещё возрастут, я думаю, что это и это корректировать. Обсуждение проекта бюджета на ближайшие три года начнётся в собрании депутатов Ненецкого автономного округа после решения Палаты законодательных предположений о принятии законопроекта к рассмотрению. Предоставление земельных участков, контроль надзорной деятельности, пути решения проблем, направленных на устранение административных барьеров. Эти и другие вопросы по защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности рассмотрели на расширенном заседании коллегии прокуратуры Ненецкого автономного округа. Наталья Дуркина продолжит тему. С докладом об инвестиционной привлекательности региона, проблемах с которыми сталкиваются предприниматели в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности, а также в вопросах обращения с ТКО выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе Герман Сопочкин. Частично мы вопросы решили, это связано с уменьшением нормативов накопления ТКО для торговли и также для объектов общественного питания. Но также следует обратить внимание и на тарифы в сфере ТКО во второй зоне регионального оператора Северный комиссервис, это населенные пункты Ненецкого автономного округа. Особенности это те населенные пункты, вывоз из которых твердых коммунальных отходов осуществляется морским транспортом. Там тарифы гораздо выше в два раза. С учетом поставленных государством приоритетов, поддержка и защита субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности приобретает первостепенное значение. Именно поэтому в окружной прокуратуре налажена системная работа, направленная на снижение административных барьеров в сфере малого и среднего бизнеса. В том числе на снижение количества проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с происходящей реформой в сфере контрольно-надзорной деятельности на особый контроль в прокуратуре поставлен переход на новый порядок организации и осуществление государственного и муниципального контроля. Для того, чтобы бизнес развивался, необходимо устранить административные барьеры, обеспечить законность правовых актов, регулирующих взаимоотношения власти и бизнеса, а также помочь его представителям информационной поддержкой. В ходе координационного совещания заключено соглашение о взаимодействии с Ненецким региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», целью деятельности которой является содействие правовой защите законных интересов предпринимателей от административного давления и коррупции. По итогам заседания коллегии разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления на защиту субъектов предпринимательства. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Безопасные и качественные дороги – путь к созданию комфортной среды. Научно-практическая конференция с таким названием прошла 14 октября в Сочи. В мероприятие приняли участие представители Минтранса России, Росавтодора, ГИБДД и региональных проектных офисов. Ненецкий округ присоединился к обсуждению по видеосвязи. Далее все подробности. Как грамотно и эффективно реализовать дорожный нацпроект в регионах и какую роль он сможет сыграть в формировании опорной сети автодорог. Эти вопросы стали центральными в ходе дискуссий на конференции, которая проводилась в Сочи. За два года реализации национального проекта сделаны большие объемы работы. Они настроены в основном на приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог. За два года удалось 32 тысячи километров автомобильных дорог в регионах привести в нормативное состояние. В ходе конференции были озвучены результаты реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Так планируется ввести в эксплуатацию 1380 километров федеральных и региональных дорог. Объем федерального финансирования более 107 миллиардов рублей. Работы ведутся на 6 350 объектах. Большую часть из них введут в эксплуатацию уже в этом году. В нормативное состояние переведут 16,5 тысяч километров. Уже сейчас ведется работа по заключению контрактов на следующий дорожный сезон. Мы исходим в первую очередь исходя из социальной направленности. Потому что дорога она не ради дороги. Дорога она в первую очередь ради граждан, ради пользователей этих автомобильных дорог. И примитив к агломерациям это детские, дошкольные учреждения, это школы, это и центры притяжения, досуговые центры. Благодаря нацпроекту «Безопасная качественная автодороги» в Ненинском округе удалось выполнить масштабную реконструкцию главных транспортных артерий. Сегодня завершаются ремонтные работы на дороге на Ринмар Искателей. В финальной стадии и участки в районе улицы Ленина и Рыбников, а также на Полярной. На сегодняшний день сформирована опорная сеть автомобильных дорог Ненинского автономного округа, которая является частью опорной сети Российской Федерации. Объекты региональной опорной сети вошли в состав национального проекта «Безопасная качественная дорога». Одним из таких объектов у нас является автомобильная дорога на Ринмар-Усинск. На сегодняшний день протяженность недостроенного участка составляет порядка 44 километров. Все государственные контракты на завершение строительства дороги заключены. Окончательный срок – конец 2023 года. В текущем году мы планируем завершить строительство первого участка протяженностью 16,6 километров и продолжить строительство второго участка и нулевого участка с мостом через реку Шапкино. В ходе конференции региональные дорожники задали интересующие вопросы. Также были рассмотрены промежуточные итоги исполнения нацпроекта и наметили планы на дальнейшую плодотворную работу. Василий Хатанзейский, Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север». Серги, подвески, обереги, светильники ручной работы. Что только не найдешь в сундуке у омских рукодельниц. Все изделия выполнены в единственном экземпляре. О том, как создаются оригинальные украшения для женщин и для дома, расскажет Александра Литкова. Подручные материалы и немного фантазии. Создавать украшения и поделки воспитатель пришкольного интерната в селе Ома Людмила Ванята начала для того, чтобы занять детей в свободное время. Вначале мы занимались, как его, делали подделки из меха оленя. Смотрите, вот такие подделочки. А потом со временем мы стали уже делать более сложные подделки. Квилинг из кусочка бумаги цветной. Потом перешли на фетр. У нас все участвуют. Девочки, мальчики. Мальчики у нас любят шить, вышивать, клеить. Понимать активное участие. Для Ирины Соловьевой хобби – дополнительный заработок. Светильники ручной работы расходятся, как горячие пирожки. Рукодельница занимается их созданием в свободное от работы время. Технология не самая сложная и занимает не так много времени. Это изолон. Изолон я его вырезаю, нагреваю на фене. Где-то подкрашаю вот эти подкрашенные у меня. И придаю форму лепесточкам. А потом их обклеиваю в цветок. И вот, как бы видно, наверное, там наш шар приклеиваю. Все это светится, все это работает. Ночник. Еще одно увлечение – женщины к кружке, украшенные изделиями из полимерной глины, которые также пользуются спросом как у местных жителей, так и за пределами Омы. Я вот была в Архангельске на мастер-классе. Вот это у меня первая моя работа. Мне понравилась полимерная глина. Накупила я там глины, привезла все сюда. И вот стала дома лепить. Вот это у меня уже дома и сморожки, и чайные пары, и вот такие бокальчики. И на Новый год я делала тут и с лосями, и со снеговиками. Очень много. Осталось вот это только. Объединяет сельских мастериц созданная в местном Доме культуры мастерская под названием «Ома-мастеровая» под руководством Надежды Бобриковой. Мастерами у нас Ома богатая. Все они у нас участвуют на выставках. Когда ты составляешь план, ты уже знаешь, ага, будет Масленица, мы увлекаем всех мастеров. Приезжает хоть кто-нибудь. Вот в 2017 году у нас приезжали поляки. Всех мастеров мы по ниньской тематике все работали, потому что поляки искали канинскую паницу. Своими умениями рукодельницы охотно делятся с подрастающим поколением, а также являются постоянными участницами различных выставок и мастер-классов в родном селе и не только. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.